Все свои Это все свои, мы говорим о какой-то теме с какими-то гостями Ну, я расскажу несколько подробнее Мы сегодня обсуждаем экстрим И 6 октября у нас в городе пройдет спортивно-музыкальный фестиваль Где как раз в изобилии представлены экстремальные виды спорта и многое другое Но не будем раскрывать пока всех секретов Нам подробности сегодня расскажут директор фестиваля Калининград Sports & Music Open Станислав Корбут И продюсер музыкально-развлекательной части Вероника Черванина Здравствуйте Доброе утро Поближе к микрофонам, если вам не сложненько Если сложно, то... То не сложненько, если поближе к микрофонам Слушайте, ну расскажите вообще про идею фестиваля Вот что это для Калининграда значит и почему в Калининграде? Он же впервые проходит вообще в принципе Да, фестиваль очень интересный, имеет классный формат Объединяет в себе множество видов спорта, экстремальных именно видов спорта Таких как BMX, Mountain Bike, Freestyle Motocross Вечером будет классная музыкальная программа Ну и целый день будет куча активности для зрителей Почему в Калининграде? Это самое интересное Очень хороший вопрос И тут надо сказать спасибо правительству Калининградской области и Министерству спорта Потому что у них очень хорошая позиция И они находятся в тренде Не побоюсь этого слова Они следят за тенденциями спортивными, культурными и вообще всеми И поэтому именно совместно с ними и по их инициативе в том числе Было решено сделать такой фестиваль Именно в центре города Именно в Калининграде, который находится максимально близко к Европе Окружен Европой со всех сторон И вот так вот все и случилось А кто к нам приедет вообще из ребят? Может быть можете назвать кого-то конкретно? Спортсмены? Конечно можем К нам приедет на самом деле очень сильный состав спортсменов В дисциплине БМХ и маунтинбайк у нас будут достаточно серьезные соревнования На которые приедут весь топ российских спортсменов Из ключевых фигур это Павел Алехин Еще его знают как Вишневый Он катается на маунтинбайке Ирек Рзаев Это БМХ райдер Например еще Саша Никулин есть Он тоже на БМХ катается Из таких уже Ну то есть это топы Это топ of the top Вероника, что у нас с музыкальной частью? Что у нас будет такого интересного? Вечером у нас будет концерт Ведука Почему такой выбор исполнителя? Сейчас Ведук очень популярный исполнитель Он занимает лидирующие позиции во многих чартах И все знают его песни И мне кажется это прям то, что нужно для Калининграда А что вообще удастся посмотреть Вот простым калининградцам, которые например придут на фестиваль с детьми Ну вот во сколько нужно прийти, чтобы ничего не пропустить? На самом деле основная программа начинается с часу До часу будет еще раскатка и то, что не так интересно всем зрителям А в час у нас состоится открытие фестиваля И после этого первый блок FMX шоу Которое супер зрелищное, супер классное И всем будет интересно на это посмотреть После этого у нас пройдут до шести часов финалы во всех дисциплинах Это, как я говорил, BMX, Mountain Bike Это скейтборд Это еще два блока FMX Куча всяких активностей для зрителей Для тех, кто хочет поучиться, будут лектории организованы на три разные темы Вот это интересно, нужно поговорить подробнее, потому что У меня просто назрели вопросы Да, мне Роман хочет перебить, но давай Хочу, перебью Давай, перебивай Возвращаясь к тем темам, я человек как обыватель Это вы у нас люди все спортивные, опытные, знающие А я вот с точки зрения совершенно простого спрашиваю Вы говорите, при этом именитые спортсмены А во сколько лет можно стать именитым спортсменом в этих видах спорта? Потому что они же как бы, ну такие, тут на пенсию рано выходят Ну, да, правильно же я понимаю? Конечно Сколько лет этим ребятам? На самом деле возраст очень разный От 20 до 30 лет Это очень дееспособный, так скажем, возраст в этих видах спорта Есть много атлетов, которые раньше становятся именитыми Это есть в российской, в мировой практике Есть кто и позже занимается Вот про таких, они у нас в стране есть Вот, ну там, 40-летний мужчина У нас будет на БМХ прыгать в городе? Вообще дисциплины это очень недавние То есть это прям молодые виды спорта Пенсионеров пока еще нет То есть мы их увидим там через 20 лет Хорошо, это первый вопрос Второй вопрос, вы же приехали в Калининград У нас вчера штормовое предупреждение было Конечно, тьфу-тьфу-тьфу Мы почувствовали это в самолете Да, конечно, вот не дай бог Но все же Отметьте соревнования, если будет дождь То есть это же для спорта, ну, никак Потому что скользкая поверхность Или мы все равно... Скажем так, если будет дождь, на что это повлияет? Да, 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 вот так На самом деле на нас влияет даже больше не дождь, а ветер Потому что ветер... Вы же спортсмены-то молодые, легенькие Их же сдувает Сдувает, сдувает В прямом случае Да, потому что их действительно сдувает Поэтому наш основной враг не дождь, а ветер С дождем мы справимся С ветром тоже справимся Если не будет урагана, то все будет классно Мы придем широкими своими спинами Закроем этот ветер от спортсменов Это все понятно Все, я задал свои вопросы Да, я хочу к Веронике обратиться По поводу лектории, да? Да Расскажите У нас будет организован лекторий Мы решили осветить три большие темы Посвященные трем разным дисциплинам Леша Колесников Расскажет про мотофристайл О том, как он в целом Мотофристайл это и есть FMX О том, как он зарождался в России О том, что это уже давно стало стилем жизни Его лекция так и называется Мотофристайл как стиль жизни Паша Алёхин, он же Вишнёвы Расскажет про маунтинбайк О том, как реабилитироваться после травмы И психологически, и физически Как раз Паша сейчас пережил серьезную травму локтя Будет выступать В общем, собственно, это очень актуальная тема И также мы расскажем про водные виды спорта Несмотря на то, что в этом году мы никак не... Ну, не представите их данное по фестивалю Не представляем пока, но это очень такая Актуальная дисциплина для Калининграда Да, здесь вся инфраструктура Развиваются и серфинг, и выборник Открываются школы Да, это правда Да, и спикером станет Александр Болякин Он президент Калининградской федерации воднолыжного спорта Вот, Калининград... Во сколько будут все эти три лекции И какой, ну, возраст С какого возраста можно будет их посетить Чтобы было интересно, чтобы понять вообще, о чем идет речь Для кого они? Вообще у нас ноль плюс То есть можно приходить с грудничками, пожалуйста С, там, не знаю, трехлетними, шестилетними детьми Лекции начинаются с 13.15 Первая будет как раз-таки по вейкборду Далее Леша Колесников в 14 часов И в половину четвертого у нас... Три часа, прошу прощения Паша Вишнева расскажет про маму тенге У нас сегодня в гостях классные люди Да, Станислав Корбут и Вероника Череванина Мы обсуждаем спортивно-музыкальный фестиваль Который пройдет в Калининграде уже вот в эту субботу 6 октября Мы остановились А теперь мы продолжим Я хотела бы поговорить про графику Потому что вот наш Дом Советов Наш любимый абсолютно всеми Самый известный, наверное, один из самых известных объектов Калининграда Он является непосредственной частью графики, афиши фестиваля Как это получилось? И там есть какая-то интересная история у Вероники, мне кажется Вы говорили, что что-то с графикой связано И вот можете об этом рассказать Давайте я расскажу Давайте Просто изначально была история в том, что хотелось как-то привязать графику И вообще идею фестиваля к городу Калининграду в общем И так как площадка была выбрана именно площадь перед Дом Советов То за основу графики взяли как раз Дом Советов Он, назовем так, выполнен в таком кубизме И поэтому афиша тоже напоминает, собственно, Дом Советов Кто-то шутит, что это роботы закопали и голова вот осталась Да, и поэтому мы в афишу интегрировали много квадратиков, кубиков Которые складываются в таком Если посмотреть на логотип, он отдаленно напоминает робота А почему площадка возле Дома Советов? Центральное место в городе Самое большое, центральное Даже если посмотреть по карте, мы как ребята, которые только там третий раз в Калининграде Мы видим, что это прям центр-центр Ну и потом она уже опробованная, там же была фан-зона, собственно Да, да, фифа-фан-зона там была Ну это да, вопрос такой с подвохом А знаете ли вы, что у нас там была фан-зона И это на самом деле очень знаково Футболку смотрели, вот что? Мы даже были на фан-зоне Вот, 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 все теперь понятно Именно в Калининграде Здорово, ну чтобы, видимо, посмотреть площадку И как-то может быть, да? Да, признаюсь, что да Русский дух, да, два в одном Хорошо, мы все-таки, знаете, обсудим еще фестиваль Но у меня тема дня-то у нас есть Мы же спорим, рассуждаем, нужен ли экстрим в нашей жизни Я понимаю, что вы скажете да Но поясните, почему? Возможно, и хотелось бы сказать, что нет Но не хотелось бы Нет, ну скажи Хочется сказать только да Экстрим нужен Экстрим дает нам новые впечатления Драйвит И развивает нас во всех планах Куда же мы без экстрима? Станислав, Вероника, по очереди Что самое первое экстремальное вы сделали, ну вот, в своей жизни Когда, что, вот, попробовали на вкус адреналинчик И после этого не смогли дальше остаться Что, что было этим шагом? Что вас подвигнуло? Ну, если прям такой физиологический экстрим То это лыжи, горные лыжи Угу У меня, кстати, тоже горные лыжи Это было, наверное, не знаю, лет в шесть Есть в этом что-то, наверное, какой-то ключ все-таки Который открывает дверь в экстрим просто Тут следующий вопрос И на каком же горно-лыжном курорте вы познакомились? Нет Слушайте, мне хотелось бы еще вот такой момент затронуть Вы в Калининграде вот всего несколько раз, каждый из вас Какие впечатления и что можете сказать Вот что-то вот, что бросаете в глаза про наш город? Первый раз, когда мы сюда приехали, после совещаний Просто мы, наверное, часа четыре просто гуляли Вокруг там вот этой варбатской деревни, да Дальше, дальше И вот, честно, не сильно в запоминании улиц Но именно ходьба, она позволяет так ознакомиться с городом И понять, наверное, что да, это тоже Россия Несмотря на то, что он так не выглядит, да Как какие-то такие российские города Очень мне понравилось, очень красиво Слушайте, мне город тоже очень понравился Крутой центр, очень крутой остров с могилой Канта Мне просто нравится такая архитектура, поэтому я был прям впечатлен И то, куда я еще не попал и куда хочу съездить, это на море Светлогорск Я как фанат серфинга прям мечтаю туда попасть И посмотреть, как же это выглядит Может, даже успею прокатиться А я поеду, Стас В понедельник Давайте вернемся к фестивалю Нет, 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 хочу к фестивалю вернуться Обязательно, потому что это важно Расскажите, как туда попасть Ну, то есть, есть ли какой-то входной билет Сколько это стоит И вообще, можно ли туда с детьми-животными Да, да, все, на все, да, на все, да, несмотря на то, что на мое любимое слово нет В общем, можно прийти там с грудничками, можно Вход свободный Вход свободный Абсолютно Можно с собаками, можно на велосипедах Мы док-френдли Пожалуйста, приходите, двери открыты Вход со стороны Ленинского Я бы прямо акцентировал внимание на то, что это реально бесплатное мероприятие И все эти развлечения, лекции Можно будет перекусить Шоу, все, что угодно, да, абсолютно бесплатно Перекусить можно будет за деньги Там будут фудкорты Перекусить можно, фудкорты, да Там различные кухни Американская, мексиканская, израильская, конечно же, русская То есть, пожалуйста, на любой вкус Я все-таки про Калининград Экстремальный ли у нас город, по вашему мнению? Ну, во всех смыслах В любом, в котором вы меня поняли Ну, когда мы вчера приземлялись, это было экстремально, да? Штормовой, это да И еще, я такой любитель Я, в принципе, не спортсмен, но по мне видно Я про то, что покушать-то будет там что-нибудь? Ну, вот я только что спросила Фудкорты Поставят фудкорты Мне пишут здесь вопросы Такие специальные палатки, в которых продается еда, да Нам любителям поесть Как сказать, хлеба и зрелищ Да, 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 вот так Все в порядке Так, еда есть То есть, на протяжении всего дня будут работать Да, вот можно, в принципе, зайти на площадь в... С 11 часов утра у нас вход открыт Несмотря на то, что в 13 начинается уже основная программа И выйти в 8 часов вечера, пожалуйста Счастливым, довольным Возвращаясь к вопросу графики Мы также приглашаем местных граффити-художников Которые разрисуют четыре стены Тематика Это, соответственно, четыре основные дисциплины Это маунтинбайк, мотофристайл, скейт и BMX Вот мы хотим как-то вот этот андеграунд Который уже выходит из тени Да, органично вплести Наш экстремальный фестиваль Вытащить на солнечный свет Скажите, вам дается сейчас, собственно, 30 секунд Мы молчим с надеждой Все, что хотите калининградцам Привет, доброе утро Еще раз приглашайте Что-нибудь доброе Признайтесь нам в любви Нам это всегда приятно И мы, собственно, закончим наше интервью Но не попрощаемся Кое-что у нас еще есть Поехали Хочется пригласить всех калининградцев На наше мероприятие Чтобы они посмотрели и приобщились К экстремальным именно видам спорта Послушали музыку И, конечно, хотелось бы еще сказать Огромное спасибо правительству Калининградской области И Министерству спорта За то, что они поддерживают такую инициативу И дают возможность провести такой хороший фестиваль Вероника? Вероника? Да, Вероника тоже всех ждет-ожидает И очень надеется, что будет так же солнечно, как сейчас Как в этой студии И как в Калининграде Спасибо большое Всем слушателям Балтик Плюс советую посетить это мероприятие Здорово Мне кажется, что мы с Романом обязательно пойдем Потому что Балтик Плюс всегда на стороне экстрима Таких спортивных классных мероприятий Я пойду, потому что про грудничков постоянно говорят У меня дочке два годика И как раз я знаю, чем заняться с ней в субботу Ну это здорово Слушайте, спасибо большое Напоминаю, что у нас в гостях сегодня директор фестиваля Калининград Sports & Music Open Станислав Корвуд И продюсер музыкально-развлекательной части Вероника Череванина Спасибо, приходите к нам Когда у вас будет такая возможность Мы их не отпускаем, потому что нам еще игрушечку надо провести Билетик разыграть Да, но отпускаем меня Да, тебя отпускаем Ладно, спасибо Немного рекламы и мы двигаемся дальше Все свои Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok